Высокие тарифы за коммуналку, неподъемные для многих суммы в платежках. Эта тема продолжает бурлить в крае. Последний повод для этого – идея организовать протестный митинг в Бийске. Он должен был пройти в это воскресенье, 29 января. Но сначала власти города, а теперь и суд, не разрешили провести мероприятие на главной площади Наукограда. Один из главных аргументов – у сцены на Петровском бульваре слишком мало места для заявленных 2000 участников акции. Мэрия по-прежнему предлагает перенести митинг на площадку Ульно-Комбината, что в 9 километрах от центра. Специалист был вызван как свидетель и сказал, что у нас отличные дороги, хорошо ходит общественный транспорт и легко привезет любое количество граждан на Ульно-Комбинат. То есть получается, в Заречье дороги лучше, чем в центре, если вот этой логике доверять, да? Ну да, да. Бийские коммунисты не отчаиваются. Сегодня они подали в мэрию новое уведомление на митинг. Теперь на 5 февраля. Организаторы указали в заявке, что готовы в два раза снизить число участников протестной акции, лишь бы разрешили провести ее в центре города. Митинг против роста коммунальных тарифов, подчеркивают инициаторы, ждут многие горожане. Но политологи считают, что такой шаг коммунистов не ход конем, а чистой воды популизм. С точки зрения политтехнологии, это логичный шаг у коммунистов, да? Заявить громко о себе, попытаться собрать, но опять же, если с этой стороны смотреть, да, то 4000 из двухмиллионного края, ну это тоже капля в море, да? Понятно, что коммунисты в любом случае работают со своим ядерным электоратом. Вообще на самом деле там депутаты от остальных партий, там представители на местах остальных партий, то же самое там собирают, делают, но не успели они вот в публичное поле зайти. На предложение озвучить свои варианты решения злободневной проблемы ни одна из основных политических партий края не отказала. Но в ЛДПР подчеркнули, что высокая плата за коммуналку – вопрос прежде всего федерального законодательства. Поддержать потребителей помогут субсидии. Незащищенные слои населения, они как раз получат поддержку. И деньги на это есть, и они заложены в бюджете, и этим механизмом надо пользоваться. Другое дело, что у нас многие семьи просто не пользуются. Они привыкли жить самостоятельно, не прося у государства какой-то поддержки. О субсидиях говорили представители «Справедливой России». Главная мысль – снижение порога для получения компенсации с 22 до 10% от дохода. И второе предложение в борьбе с высокими суммами в коммунальных платежках – технический аудит системы отопления в многоквартирных домах Барнаула. Обращение об этом фракция планирует направить в компанию СГК в ближайшее время. За последние несколько лет никто не проводил обследования на домах. Люди меняют радиаторы, которые имеют другую теплопроводность. В каких-то случаях меняется сама система. Люди самостоятельно в квартирах это проводят. Поэтому более актуальные данные, они должны обновляться, они должны быть постоянно. Когда в расчет сопла берется 20-летняя давность и некие обследования, мы говорим о том, что они некорректные. В декабре наряду с тарифами резко выросли и объемы потребления, подчеркивает представитель «Единой России». По его мнению, главный выход по снижению коммунальных расходов – внедрение энергосберегающих технологий. Решение следующее. Я вижу, что и декабрьские объемы потребления, я сейчас еще раз говорю про объемы, а не про тарифы. И про ягварские, они гораздо ниже на тех домах многоквартирных, где установлены, к примеру, автоматизированные тепловые пункты. То есть это те, по-другому, это погодозависимые системы. А там, где их нет или нет возможности установить у людей финансовой. То есть это либо за счет средств капремонта, либо дополнительные какие-то целевые сборы собственников. Депутаты заверили, все возможные варианты решения проблемы анализируются и лучшие будут внедряться на практике. А пока коммунисты ждут решения от мэрии Бийска по проведению митинга. Организаторы подчеркивают, если вдруг на него соберется больше людей, чем предусмотрено, готовы заплатить штрафы. Елена Макаренко, Мария Мацаева. День с толком.